Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Президент Казахстана Касым Жамартукаев с рабочей поездкой посетил Иран, где прошли переговоры на высшем уровне, по итогу которых подписаны двусторонние документы. Частным монополиям в Казахстане запретят выполнять экономические функции государства. Об этом стало известно в ходе презентации законопроекта в Мажелисе. С начала купального сезона в Казахстане утонуло 36 человек, из них 19 дети. В МЧС рассказали об основных причинах гибели людей на воде. Новые договоренности и связи. Президент Казахстана побывал с рабочей поездкой в Иране, где встретился с руководством страны и местным бизнесом. Во время визита Тукаева было подписано немало новых документов и наметились новые горизонты сотрудничества. Более 40 лет под санкциями. Третий в мире повеличение запасов нефти, ядерный потенциал и богатая история. Иран – это яркий пример того, как удается жить под ограничениями и почти полностью реализовать то, что называют импортозамещением. А с Казахстаном объединяет его не только Каспийское море, но и многолетние связи, укрепить которые намерены главы государств, встретившиеся в Иране. Обсуждали транспортный и транзитный потенциал, сельское хозяйство, промышленность и инвестиции. Однако в современных геополитических условиях потенциал в полной мере раскрыть пока не удается, о чём и сказал Токаев. Но это и не помеха сотрудничеству, подчеркнул президент. Несмотря на все трудности, объём взаимной торговли за первое полугодие текущего года достиг 50%. Следующая цель – его наращивание. Для этого нужно создать необходимые условия. Сегодня иранские компании успешно работают в Казахстане в сельскохозяйственной отрасли, в том числе экспортируя свою продукцию за рубеж. Очевидна роль совместной межправительственной комиссии в укреплении двухсторонних экономических связей. Мы планируем создание совместных торговых палат. Кроме того, мы ввели для граждан Ирана 14-дневный безвизовый режим. При этом у нас общее не только будущее, но и прошлое, о котором не нужно забывать, сказал президент. «Наши связи продолжаются на протяжении веков. Мы должны и далее развивать это сотрудничество. Тем более мы дружественные соседи, живущие у берегов Каспийского моря. А наша история, культура и традиции имеют много общего. Многие казахи в трудные годы голода нашли кровь на гостеприимной иранской земле. Мы всегда будем помнить и благодарны за это всему иранскому народу». Тут же была и церемония запуска первого контейнерного поезда из Казахстана в Турцию через Иран. И, как отметил Касым Жумар-Токаев, на совместном мероприятии деятельность иранских компаний по разведению крупного рогатого скота, по выращиванию риса и многие другие виды деятельности – все это только в плюс. При этом наши специалисты готовы расширять список сельхозпродукции для поставки в Иран. В свою очередь, иранский президент отметил, что это поворотный этап в отношениях. «Документы, те меморандумы, а также соглашения, которые сегодня были подписаны, являются добрым знаком того, что в наших странах существует необходимый жест доброй воли для развития отношений между нашими странами. В последние месяцы товарный оборот между нашими странами повышается на 50%. Тут же были подписаны важные документы по сотрудничеству в сфере двусторонней торговли. В сельском хозяйстве, нефтегазе, железных дорогах даже казахстанские телеканалы смогут вещать на территории Ирана». Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42, при поддержке телерадиокомплекса президента. Частным монополиям в Казахстане запретят выполнять экономические функции государства. Об этом стало известно в ходе презентации законопроекта по вопросам реализации отдельных поручений главы государства в Можилисе. Вводится запрет на предоставление исключительных и преимущественных прав монополистам, за исключением государственной монополии и специального права. О чем еще говорили в Можилисе? «Напомним, Токаев заявлял, что намерен максимально ликвидировать монополии в стране. Если мы не решим эту проблему, наша экономика не будет развиваться, а внутри политическая ситуация только ухудшится», — сказал Токаев. Демонополизация стала девизом нового Казахстана. «Скопление богатства, власти и прочих благ в руках узкого круга людей объявлено ключевой проблемой для будущего Казахстана. В странах ОСР, на которые равняется Казахстан, вообще не существует понятия естественных монополий. Монополии вредны для рыночной экономики, говорят финансисты. Они мешают свободной конкуренции. Монополия получает возможность получать более льготные кредиты, занижает цены поставщикам и завышает покупателям. Более того, они имеют возможность влиять на законодательные и даже судебные решения, используя парламентское лобби и нанимая искушенных в ведении дел адвоката. И, как выяснилось сегодня, они даже свои кредиты включают в тариф для населения». «Субъекты, когда получают займы, потом уже по факту, постфакту приходят и говорят, вот у нас есть займ, нам нужно его погашать. И мы хотим или нет, мы обязаны уже включать это в тариф, потому что это идет на исполнение мест программы. В данном случае, чтобы избежать принудительного включения в тариф, увеличения, мы хотим предусмотреть, чтобы было предварительное согласование этих соглашений, и потом только они получали эти займы». Кроме того, глава государства поручал правительству выработать комплекс мер по развитию креативного сектора экономики. Бизнесы в сфере креативных индустрий создают товары или услуги, в которых творческое решение вносит высокую добавочную стоимость. Если взглянуть на мировой опыт инвестирования, то большинство компаний инвестируют в создание креативных облачных сервисов, медиаплатформы, цифровые инструменты. Наиболее привлекательными сферами для инвестиций в креативные отрасли стали рекламная деятельность, производство кино, новые медиа и дизайн. Словом, со временем креативная индустрия может стать дороже золота и нефти, говорят экономисты. Но пока доля креативных индустрий в ВВП Казахстана составила чуть больше 2%, что в несколько раз ниже показателей развитых стран. В мире от 10 до 15% доли ВВП занимает креативная индустрия. У нас по предварительным подсчетам это не более 2% в целом. Как стало известно в Мажелисе, в креативной индустрии мы будем использовать опыт Великобритании и Германии. Там рекламщики, архитекторы, художники и дизайнеры зарабатывают миллиарды долларов. А мы пока сильно отстаем в этом плане. Боуржанше Эхмет Ахмедяр Ильязов, столичное бюро, ТДК-42. С начала купального сезона в Казахстане утонуло 36 человек, из них 19 дети. Как рассказал представитель МЧС «Издыков» на брифинге в столице, основные причины гибели – купание в необорудованных местах и оставление детей без присмотра. Другие упали в водоем, не умели плавать, плавали в нетрезвом состоянии, нарушили правила при ловле рыбы, не отоценили свои силы или утонули при катании на плавсредстве. Анализ ЧС на воде показывает, что основное число утонувших приходится на неохраняемые участки водоемов. Желающих освежиться не останавливает даже запрещающие знаки. К сожалению, люди не всегда понимают, что в местах, не обустроенных для купания, их могут поджидать всякие неприятные сюрпризы – коряги, водовороты, сильное течение. И что плохо – люди уединяются в неустановленных водоемах. Ведь на открытом пляже распивать спиртное не получится. Понятно, что к каждому водоему полицейского или спасателя не приставишь. А таблички с предупреждением «купаться нельзя» безалаберных жителей не останавливает. А МЧС предупреждает, что в таких местах спасателей нет. И вообще их на всех не хватит. Как я уже сказал, на сегодняшний день у нас в Казахстане имеется более 50 тысяч источников воды, то есть водоемов. И на сегодняшний день мы должны понимать, что невозможно на всех этих водоемах поставить спасателей. И поэтому на сегодняшний день у нас по всему Казахстану конкретно на сегодняшний день уже определенных 497 мест купания, разрешенных, оборудованных. Люди считают, что спасатель на пляже, как в голливудских фильмах, увидел, приплыл и спас. А в реальности оказать помощь человеку не так-то просто. Ведь люди в реальности, в отличие от фильмов, не кричат, а тонут молча. МЧС напоминает, что можно посещать платные пляжи. Там наличие спасателей обязательно. И люди в данном случае платят за свою же безопасность. А для тех, кто все-таки хочет уединиться, в неустановленных водоемах предусмотрены штрафные санкции. Здесь, получается, никаких предупреждений нет. Здесь сразу будет накладываться штраф в размере 7 месячных расчетных показателей. То есть, это получается свыше 21 тысячи деньги на сегодняшний день. Жаркая погода вынуждает людей искать отдых рядом с прохладными водоемами. Несмотря на предупреждения в ходе рейдов, жители продолжают купаться, не соблюдая элементарных правил безопасности, говорят спасатели. К трагедиям на воде, как правило, приводит переоценка собственных сил, оставление детей без присмотра и купание в нетрезвом виде. Еще один факт – нарушение правил безопасности при ловле рыбы. То есть, ловит рыбу без спасательных жилетов. Сводки с водоемов страны неутешительны. С начала купального сезона в Казахстане утонуло 36 человек. Боуржан Шайхмет Ахмедер Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Мы продолжаем выпуск и вот что вы увидите далее. В Уральске новые маршрутные автобусы ломаются о разбитой дороге. Водителям приходится чинить транспортные средства и заделывать ямы собственными силами. Не хватает даже на фундамент. В Актобе пострадавшим от паводка, наконец, выделили деньги. Но людей возмутил размер выплат. В Западноказахстанской области стартовал проект «100 мест для уличной торговли». Данная программа предназначена для решения проблемы стихийных рынков. В Уральске новые маршрутные автобусы ломаются о разбитой дороге. В редакцию нашего телеканала обратились водители 39-го маршрута. Они заявляют, что из-за ям и ухабин у машин выходят из строя кузовные элементы. Городские извозчики за свой счет ремонтируют транспорт и самостоятельно пытаются засыпать ямы. Вот так по очереди водители 39-го маршрута засыпают ямы на уральских дорогах. Алексей Артюх рассказывает, что работает на этом маршруте уже 18 лет. За это время улицу имени Ульяны Громовой ни разу не ремонтировали. Лишь засыпали ямы щебнем. Не прошло и двух месяцев, как на линию пустили новые автобусы, но уже за это время их не раз приходилось ремонтировать. Дождь пошел, ямы возобновляются заново. Другие машины едут, непосредственно щебень летит, оббивает нам новые автобусы. Эти автобусы потом, вот уже этот автобус, ямы были. Почему я должен страдать? Вырвал бампер, два автобуса вырвали бампер. Нам обошлось лично по 40 тысяч каждому. Вот это сделать автобус. Почему из-за этих дорог мы должны страдать водители? Ямы и ухабины по всей улице. В отделе ЖКХ об этом знают. Здесь заявляют, что на текущий год запланирован капитальный ремонт дороги. Стоимость ремонта составит 270 миллионов тенге. Данная ситуация нам известна. На сегодняшний день сейчас проводятся конкурсные процедуры по капитальному ремонту улиц Ульяна Громова, включая Потанина, и до переезда с улицы Косталовская. То есть по маршруту, где ходят 39 автобусы. Общая протяженность ремонтируемого участка составит 2 километра 100 метров. Но часть дороги на железнодорожном переезде, где на сегодняшний день самые большие ямы, ЖКХ не обслуживает. Это место должно быть на балансе какой-либо частной компании, либо АО «Казахстан-Семер-Жуэ». Ранее вот этот переезд обслуживала компания АО «ЦТС» – Центр транспортного сервиса. На сегодняшний день у них счета заблокированы, компания обанкротилась. То есть не функционирует, соответственно, они выполнить ремонт никакой не могут. Либо частная компания, либо должен взять КТЖ на себя от дистанции, путей, связи. Они тоже насчет этой проболемой в курсе. С их представителями мы беседовали. Сейчас мы готовим письмо, в совместном слове, готовим письмо в город Ак-Тюбе, то есть в КТЖ. В инспекции транспортного контроля по Западно-Казахстанской области сообщили, что после банкротства компании обслуживание железнодорожного переезда было передано на государственный уровень. Далее обеспечением безопасности и содержанием участка будет заниматься АО «Казахстан-Семер-Жуэ». Тем временем ремонт дороги по улице Ульяны Громбовой должны завершить в текущем году. Марина Горбук, Нруан Кунашев, Особия Кабикенов, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области растет количество краж драгоценных изделий. За последний месяц в регионе уже зарегистрировано 20 фактов. Сотрудниками правоохранительных органов в ходе следственных мероприятий был установлен и задержан житель областного центра 1993 года рождения, подозреваемый в краже золотых изделий в районе торгового центра «Анвар». Похищенное изъято и возвращено владельцу. По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин 1993 года рождения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 Уголовного кодекса Республики Казахстан. О проблеме роста популяции сайгаков снова заговорили в Западно-Казахстанской области. В нашу редакцию обратились жители Жангалинского района, которые отмечают, что некоторые особи не в состоянии самостоятельно выжить и погибают. Этим решили воспользоваться сельчане и, по их словам, спилили рога уже умерших животных с целью продажи, но были осуждены, оштрафованы на сумму 160 миллионов тенге. Это вызвало волну возмущений среди местных, которые считают, что сумма слишком велика и долг придется выплачивать потомкам. Наши корреспонденты разбирались в ситуации. На просторах Западно-Казахстанской области фауна сайгачи и атары возросла настолько, что приносит проблемы всем западно-казахстанцам. Первая причина – это численность, которая не должна превышать 300-350 тысяч голов, считают специалисты. Сегодня количество сайгаков перевалило за 1 миллион особей. В связи с этим большая часть пассивных полей, пастбищ и крестьянских хозяйств находятся под давлением сайгачьих стад. Вторая проблема, которая волнует жителей Западно-Казахстанской области, в частности жангалинцев, это то, что несколько жителей района были осуждены за кражу сайгачьих рогов. Напомню, что жангалинский районный суд привлек к ответственности 11 жителей Жангалы за незаконный отстрел сайгаков с целью продажи рогов животных. И теперь каждый из провинившихся должен выплатить штраф в размере 160 миллионов тенге. С последним решением не согласны родственники и близкие люди провинившихся. Сумма штрафа, по их мнению, настолько велика, что платить придется внукам и правнукам. У тех, кого осудили, есть дети. У некоторых по шесть детей. Как они будут выплачивать штраф? Кто их детей кормить и одевать будет? С чего вдруг решили дать им такое наказание? Они не смогли доказать ничего, но все равно вынесли обвинительный приговор. Оштрафовали. Как мне дальше жить? Детей как воспитывать? Жители не понимают, за что такой большой штраф, если их родные не убивали сайгаков, а взяли рога уже мертвых животных, туши которых лежали вдоль реки. Материальный ущерб государству, по их словам, в их действии не был причинен. Семь лет – строгое наказание. Это очень много. Никто не думает о простом народе. Посмотрите сами. Сайгаки вдоль реки лежат мертвые. Что за несправедливость? Они никого не убивали. Сайгаков слишком много. Они не могут переплыть реку и умирают там же. Требую пересмотреть дело. Или вы хотите, чтобы дети росли без отца, чтобы внуки выплачивали этот штраф? Президенту пойду. Это дело так не оставлю. Чтобы разобраться, кто прав в данной ситуации, мы обратились к адвокатам и правозащитникам, которые, в свою очередь, утверждают, что суд прошел в одностороннем порядке. Для осужденных нужно другое наказание поставить. Семь лет много. Еще и штраф. Каждому по 160 миллионов тенге. В селах нет работы. И зарплата мизерная. Это судебное заседание показало свое одностороннее отношение. Нужно пересмотреть дело. Полностью считаю наказание несправедливым. Все, что требуют родственники и близкие, это пересмотреть дело и уменьшить сумму штрафа. А вот проблема численности сайгаков все еще не решена. Можно ли будет их отстреливать? Этот вопрос все еще не нашел своего ответа. Рустам Машарипов, Манабек Ушалеев, Александр Грабарев, ДДК 42. Не хватает даже на фундамент. В Актубе пострадавшим от паводка, наконец, выделили деньги. Но людей возмутил размер выплат. Больше ста семей ждали этого целых два месяца. Кому же достанется материальная помощь, выясняла Лайла Уесова. Житель Актубе Булат Кадыров своими силами восстанавливает дом, разрушенный паводком. В единственной уцелевшей комнате теперь хранится вся мебель, постель и посуда. После потопа пришлось переехать в общежитие. Но глава семейства теперь переживает, как достроить жилище. Только на кирпичи ушло 300 тысяч тенге. А еще нужны доски, шифер. Их компенсации даже на фундамент не хватит. Даже не знаю, что делать. Плакать или смеяться. Придется брать кредиты. Строиматериалы сильно подорожали. Если бы нам дали 4 миллиона, но нам такое даже не снилось. В Акимате сразу сказали, вам, а папа считали компенсацию 735 тысяч тенге. А на деле ущерб около 2 миллионов. И мы не слышали, чтобы кому-то больше миллиона дали. В Акимате решили выделить деньги из резерва. Вот только размер компенсации, которую высчитали чиновники, Актюбинцев только возмутил. В среднем 100 с лишним тысяч тенге. Но есть суммы, которые доходят до 4 миллионов. Испорченная мебель и бытовая техника туда не входят. Только ремонт стен, полов и крыши. Между тем, на выплаты от государства могут рассчитывать не все. К сожалению, 22 дома не имеют документов. Соответственно, нет основания для выплат. Но мы их не оставим в беде. Мы им посоветовали сделать документы, завершить. После чего оценочная компания сможет по техпаспорту определить. И уже дефект на акты будет делать. В общей сложности под воду в Актюбе ушли 142 дома. На их восстановление из городского бюджета выделили 128 миллионов тенге. Однако пострадавшие от паводка не согласны с заключением оценочной комиссии и требуют пересмотреть размеры выплат. При этом рассчитывать на эти деньги могут далеко не все. Но чиновники уверяют, что без помощи никого не оставят. Людям дали время оформить документы. После чего обещают найти спонсоров. Лайла Уэсова, Жмар Тадебергенов, телеканал ТДК 42, Актюбе. В Уральске проект по пересадке чиновников на такси не состоялся. Это подтвердили в СПК «Акжаик». В октябре 2021 года по инициативе Акимобласти Галии Скалиева госслужащие решили отказаться от служебных автомобилей и пересесть на такси. Целями этого проекта стали повышение качества перевозок и экономия бюджетных средств. Как рассказали в СПК «Акжаик», с предложением о реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства обратилось одно из ТО, оказывающие услуги такси. В октябре 2021 года после заключения договоров между Акиматом и инвестором пилотный режим проекта был запущен. 30 автомобилей было передано компании от Акимата. 10 автомобилей комфорт-класса были закуплены предпринимателям. Чиновники на такси пересели, но проект в целом не состоялся. В апреле этого года между межведомственной комиссией, созданной, и частным инвестором были проведены прямые переговоры, в результате которых было принято решение отказаться от этого проекта. В связи с тем, что основная причина – то, что качество оказываемых услуг было на очень низком уровне. Очень было много жалоб со стороны сотрудников Акимата. И в связи с тем, что заявление от других инвесторов по реализации этого проекта, увы, к сожалению, не поступило. В Западно-Казахстанской области стартовал проект «100 мест для уличной торговли». Данная программа предназначена для решения проблемы стихийных рынков. Для участия в проекте предпринимателям следует подать документы в течение двух дней. Подробности у нашего корреспондента. В данное время по городу уже действует 30 торговых точек. В этом году планируется открыть еще 50. Напомню, общее количество должно достигнуть 100. По данной программе сейчас в этом году запланировано провести 4-5 аукционов. Первый аукцион мы провели. В этом аукционе были выведены 15 семейных участков. На сегодняшний день 30 семейных участков еще мы вывели на портал госрегистр. Для предпринимателей будут предоставлены торговые точки площадью от 20 до 36 квадратных метров. Цель проекта – предоставить возможность молодым предпринимателям открыть свой бизнес. Цена за аренду места составляет всего 153 тысячи тенге. Я считаю, что это очень хорошее условие – помощь предпринимателям. Рада, что создаются новые рабочие места. После пандемии просто огромная поддержка. Предприниматели смогут не только открыть свой бизнес, но и создать рабочие места. Постпандемийный период – это большая поддержка для начинающих предпринимателей. Рустама Шарипов, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК-42. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова – значит, сон должен быть качественнее. И только комфортный матрас и удобная подушка от компании «Арматек» и «Райтон» смогут подарить вам волшебный сон, который даст вам силы на весь день. А мы ждем вас по адресу. Улица Гагарина, 2-3, торговый комплекс «Квант», первый этаж. И Сарамдатова, 28-2, торговый центр «Твой дом Квант», третий этаж. Новый супермаркет «Пешеход» предлагает продукты и бытовую химию. Прямые поставки от производителей по низким ценам и высокого качества. У нас всегда свежие продукты. Ждем вас по адресам. Поселок Деркул, улица Сергея Лозо, 14-я. Улица Неусыпова, 5, район Чигана-набережной. Улица Есенжанова, 34, остановка «Нефтебаза». Улица Кайрата Жумогалиева, 16-Б, остановка «Кирова». Поселок Мичурино, улица Магистральная, 1-А. Улица Абулхайрхана, 2-11, магазин «Шанс». Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Спонсор прогноза погоды – компания «Думан Транзит». Компания «Думан Транзит» оказывает профессиональные услуги автовоза по доставке автомобилей в города и области Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Спонсор прогноза погоды – компания «Думан Транзит». Компания «Думан Транзит» оказывает профессиональные услуги автовоза по доставке автомобилей в города и области Республики Казахстан.